Добрый вечер на ТНВ новости в субботу в студии Альбина Солгораева и вот о чем расскажем сегодня. Военная служба по контракту. Военная форма, я так понимаю, нового образца. Так называемый ВКПО. Сколько казанцев сегодня написали заявлений и какие условия, узнал Салават Мухаммадолия. Стрижи прилетели. Мы можем спать спокойно и не тревожиться о нашей родине. Как военные развлекали казанцев, увидел Дмитрий Иринин. Спасти и сохранить. Уникальность этого храма, что верующие могли находиться, молиться вокруг алтаря. Когда собор иконы Казанской Божьей Матери откроет свои двери в нашем репортаже. Все лучшее детям. Поменяли все светильники и проводку. Все-все-все поменяли. Кто помог в благоустройстве детского сада в соседней республике, расскажет Зарина Ахметова. В небе Стрижи, на земле военные, настоящие и будущие. В Казань сегодня пришла армейская осень. Служба по контракту «Твой выбор» так называется всероссийская акция. Министр обороны страны Сергей Шойгу выразил особую признательность ветеранам нашей республики. Сейчас в армии служат более 5000 татарстанцев и сегодня их состав пополнился контрактниками. Пока авиационная группа высшего пилотажа Стрижи маневрировала над Казанью, в мобильных комплексах написали заявление на службу сотни человек. А тех, кто сегодня сделал выборы и кто уже отправился в армию, Салават Мухаммадуллин. Здравствуйте. Алексей. У вас документы собрали? Да, конечно. Пришел еще в 9 утра, хотя мобильный комплекс отбора открылся только в 10. Алексей Воротников сегодня стал первым кандидатом на военную службу. В 22 у него есть уже жена и двухлетний сын. На службу решил пойти по стопам деда. В семье все поддержали. Жена отреагировала очень хорошо, как бы сказала, что, конечно, иди, там много перспектив, много плюсов. Также родственники мои, теща. Там вообще в шоке была на самом деле. У центра семьи Казан сегодня сразу два мобильных комплекса отбора на военную службу по контракту. Написав здесь заявление, заключить контракт и отправиться на службу при достойной физической подготовке и здоровье можно уже через месяц. Готов пойти на службу хоть завтра Александр Костромов. Пока мы беседовали с Алексеем, он стал уже 50-м кандидатом на контракт. Недавно прошел срочную службу в инженерных войсках в Подмосковье. Узнал об этой акции и вот решил прийти, посетить, так сказать. И тут появилась возможность узнать поподробнее о возможности контракта. Вот, заинтересовался, написал заявление. Условия средней зарплаты рядового 30 тысяч рублей. Плюс социальный пакет, выход на пенсию после 20 лет стажа и жилищный сертификат. Как раз его сегодня получила многодетная семья Ильиных. Ее глава Михаил подписал свой первый контракт 7 лет назад. Четыре года назад я написал рапорт на жилье. И вот, спустя четыре года, все нормально, мы Новый год будем встречать уже в новой квартире своей. Сегодня поприветствовал всех татарстанцев и вырезал благодарность нашим ветеранам, министр обороны России Сергею Шойгу. Телеграмму зачитал его заместитель Александр Фомин. Сейчас во всех родах войск страны служат больше пяти с половиной тысяч контрактников из республики. Треть из них офицеры, возраст от 22 до 30 лет. Уверен, что многие из вас примут решение связать свою дальнейшую жизнь с военной службой в вооруженных силах, а ряды нашей армии пополнятся профессиональными специалистами. Кстати, специалисты, бакалавры и выпускники со средним специальным образованием могут подписать контракт бессрочной службы. Так поступил Антон Панов. Он стал 901-м военнослужащим по контракту из Казани. Вместе с ним, прямо со сцены, сегодня на службу проводили и 5501-го военнослужащего из республики Ильсуру Менгазова. Это почетно, и, как я думаю, что это должен пройти каждый мужчина. Еще я встретил здесь друга, ну, первый друг на службе, да, можно сказать. Ну, получается, что так. Да, мы с ним пересеклись во время прохождения медкомиссии еще в Казанском центре «Патриот». Ценные советы молодым дает Айдар Ачаев. Мужчина из набережных чинов служит в спецназе. За 10 лет службы по контракту он побывал в 40 городах. Купил хорошую машину, сейчас жилье получаю. Поэтому скажу, что я вообще всем советую, если они хотят, чтобы у них в жизни была стабильность и уверенная в завтрашнем дне, конечно же, подписать контракт. Отличившиеся военнослужащие со всей страны сегодня получили государственные награды. И о своем главном выборе жизни, контракте, они точно не жалеют. Слова Тухмадолин, Амазье, Динов, ТНВ, Казань. Этот агит-вояж привез в Казань настоящее шоу с участием разных родов войск и их лучших представителей. Высший пилотаж показала легендарная пилотажная группа «Стрижи». А внизу стреляли, боролись и учили о зам самообороны. Пореты в небе и представление на земле увидел Дмитрий Аринин. Редкие случаи, когда осенью, можно сказать, «Стрижи» прилетели. Просто эти крылатые пилотажные группы российской авиации. На истребителях МиГ-29, высший пилотаж в одиночку и целой группой. Фигуры разные, рев оглушительный. Миг и на земле восторг. Таких «Стрижей» в Казани не видели с тысячелетия города. Завораживает вот это зрелище, как они летают, какие трюки тоже выполняют. Отличное настроение, отличный эмоциональный подъем. В небе гул двигателей, а на земле грохот автоматов. Показательный бой ведут десантники. А их работа – рота почетного караула. На плацу у центра «Семи Казан» парадные дефиле. Как говорят эти солдаты, могут не только воевать, но и форс держать. Сначала изучаешь элементы, а после элементов уже сопоставляешься вместе. В целом все получается замечательно. На все время праздника, на всеобщее обозрение были выстроены различные образцы современной наземной техники. На все можно было залезть и сфотографироваться. Отлично, я прям горжусь. Мы очень рады, что у нас такая техника. Расскажи, какая техника такая? Еще? Властная техника? Да. Мы можем, кажется, спать спокойно и не тревожиться о нашей родине и защите ее. Мне особенно приглянулись вот эти вот зенитно-ракетные комплексы и этот легендарный С-300. Надо думать, что чтобы создать такое, прикладывали усилия лучшие конструкторы страны. И теперь к этому может прикоснуться каждый. В знак уважения к подвигам датарстанцев Минобороны передал республике знамена времен Великой Отечественной войны. Под ними сражались части, сформированные в ТССР. Мы гордимся подвигом ветеранов Великой Отечественной войны, мужеством солдат, офицеров, их славными свершениями. И будем бережно хранить перед нами сегодня боевые знамена. Такие акции военных проходят во многих городах страны. С показательным шоу обещали вернуться и в Казань. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Полный провал сегодня у торгового центра по улице Ямашева в Казани провалился грузовик. Первые фото КамАЗа появились ранним утром. На них видно, что машина ушла вниз прямо на пешеходной зоне. Днем работники водоканала устраняли последствия этого провала. Место было огорожено, к яме свозились строительные материалы. По информации предприятия, пострадавших нет. К другим темам. Почти 80% от годового плана по строительству жилья введено в республики. Построено 22 сельских клуба. Продолжается строительство еще шести. Кроме того, был завершен капремонт ветеринарных пунктов и управление сельского хозяйства. Закончено строительство зданий, сполкомов поселений, фапов и спортивных площадок. Также отремонтированы семь станций медпомощи. Пищевая и перерабатывающая промышленность республики тоже идет на рекорд. За 9 месяцев этого года производство выросло до 103% по сравнению с прошлым годом. Сахарные заводы, пекарни и молочные комбинаты. Объемы потянули почти все предприятия. К слову, в республике их больше тысячи и до 2020 года их ждет техническая перезагрузка. В Минсельхозе говорят, что много татарстанского молока приходится отправлять в другие регионы. Проблем в обеспечении сырьем перерабатывающих предприятий не имеет. При этом значительный объем сельхозпродукцией мы все еще отправляем за пределы республики, лишая себя миллиардных сумм добавленной стоимости. Воспитанники и работники детского сада поселка Канар в Чувашии радуются новому ремонту. Здание советского периода обветшало изнутри и снаружи. А сегодня же родители с радостью приводят сюда детей. Значительную помощь в благоустройстве детскому саду оказало акционерное общество «Транснефть при Камье». О недавних преобразованиях заведующая детским садом «Хуна» в Чувашии Галина Григорьева рассказывает с большой радостью. Светильники и электропроводку здесь обновили только в этом году. И это при том, что учреждению 45 лет. За это время вся система освещения уже устарела и нормам не соответствовала. Мы поменяли все светильники, электропроводку, все-все-все поменяли на энергосберегающие, на светодиодные. Исправить недостатки детскому саду помогло АО «Транснефть при Камье» в рамках объявленного по АО «Транснефть» года энергосбережения. В поселке Канар у предприятия две станции – нефтеперекачивающая и нефтепродуктоперекачивающая. По словам главы сельского поселения, нефтепроводчики регулярно оказывают поддержку дошкольному учреждению и поселку в целом. В этом году будет 57 лет нашему поселку. Все, что здесь построено, вся социальная среда – это «Транснефть при Камье». С каждым годом поселок Канар становится все лучше. Развивается и детский сад. И это, по мнению жителей, заслуга акционерного общества «Транснефть при Камье». Зарина Ахметова, Андрея Сентальцев, ТНВ, Республика Чувашия. К 4 ноября фасадная часть собора Казанской иконы Божьей Матери будет готова. Дата не случайна. День народного единства тесно связан со святыней. С ее прообразом Минин и Пожарский собрали народное ополчение для освобождения Москвы от польских интервентов. Напомним, исторический собор Казанской иконы Божьей Матери воссоздается в Казани по указу Рустама Мениханова. Работы начались два года назад, сроков строительства нет, но сегодня уже понятно, как будет оформлено место явления святыни и иконостас пещерного храма. Он идентичный тому, который был исторически. Никаких нововведений. Речь идет обоссоздании храма в первозданном виде. На высоте в 40 метров большой и малые кресты. Строители завершают работы по теплоизоляции главного купола собора. На территории до сих пор идут раскопки. Лепные элементы сейчас заканчивают крепить для украшения капителей и центрального купола, и малых куполов. Также по периметру вы уже можете видеть мозаичные иконы, которых в общей сложности будет 28. Сейчас мы с вами как раз проходим в помещение пещерного храма, в часовню Казанской иконы Божьей Матери. Все, что вы видите, не оштукатуренное, это исторические стены данной часовни. Пещерный храм – место явления Казанской иконы Божьей Матери. Он несколько десятилетий был под землей, сегодня все расчищено и готово для оформления. Явление иконы – таинственная история. В 1579 году девочке Матроне явилась во сне Богородица и сообщила, ее образ закопан на пепелище. Она наткнулась на холчевый сверток. Раскрыв, они увидели икону, изображение Богородицы с младенцем, и от места, где она была явлена, она получила свое название Казанское. После чего на месте явления иконы был построен храм Рождества Богородицы. Он был разрушен в 1917 году. Икона хранилась здесь, пока ее не выкрали. Продал, а саму икону порубил на части и сжег. Здесь воссоздают иконостас. Он будет трехъярусный, 15 метров в высоту. Проект – коллективная работа архитекторов, дизайнеров, историков и священнослужителей. Предстоит расписать стены, потолок. Он будет голубым, золотыми звездами. Уникальность этого храма, что верующие могли находиться, молиться вокруг алтаря. Оригинал утрачен, а в Казани сейчас список. Он был подарен Папой Римским в 2005 году. Икона Казанской Божьей Матери – одна из самых почитаемых среди верующих. Тысячи паломников со всего мира приезжают сюда, чтобы прикоснуться к святыне и попросить о самом сокровенном. А после чудотворного исцеления возвращаются, чтобы отблагодарить. Альбина Солгораева, Андрес Интальцев, ТНВ «Казань». Наша республика наряду с другими регионами страны продолжает голосование за будущие имена аэропорта в Казани-Бегишево. На официальном сайте «Великие имена России» жители могут выбрать аэропорт и предложить для него свой вариант имени. Остается буквально три дня до финала второго этапа. Какие кандидатуры популярны, расскажет Анна Городнова. Голосует вся страна. Проект «Великие имена России» даст 45 аэропортам имена известнейших людей. В голосовании принимают участие и два татарстанских – Казань и Бегишево. На первом этапе Оргкомитет принял более ста имен. Среди них были и царица Сумбикея, Ментимер Шаймиев, Габдула Тукая, Мусаджалиль, Андрей Туполев. Но до второго этапа дошли лишь 18 имен. Кто не успел нести свое предложение, до завтрашнего дня еще есть время. Нужно зайти на официальный сайт и выбрать город. А уже 29 октября стартует следующий этап. По результатам соцопроса отберут три наиболее популярных варианта для каждой воздушной гавани. Итоговое же голосование пройдет с 8 по 30 ноября. Можно будет проголосовать только за одно имя и за один аэропорт. На сайте, в социальных сетях, по телефону горячей линии, даже на борту самолета или в поезде анкеты будут раздавать волонтеры. Более 500 гостей со всей республики сегодня в театре имени Тинчурина коммунисты отпраздновали 100-летие комсомола. Все в духе СССР. Гимн Советского Союза, речь первого секретаря Татарстанского отделения КПРФ, атрибутика комсомола и марш Советской Армии. ПЛКСМ – это школа жизни для многих поколений. Именно комсомольцы строили БАМ, Казань-Юрксинтез, Нижнекамск, Нефтехим, КАМАЗ, ГРЭС и многое другое. Союз родил тысячи молодых героев. Памятными орденами сегодня наградили ветеранов коммунистов. Для них подготовлена юбилейная программа. Здоровья, успехов, благополучия, мирного неба, крепкой экономики, обороноспособности нашей необъятной Родины, Российской Федерации. Надо бы восстановить, конечно, организацию. Октябрь, Пионер, Комсомол особенно. Это же резерв партии. Привлечь молодежь в общественные процессы, обеспечить доступ к социальным правам и учитывать интересы молодежи из неблагополучных районов. Сегодня в Казани завершился семинар Совета Европы. 52 молодых политика, эксперты из России, страны СНГ и Европы на протяжении четырех дней обсуждали вопросы, актуальные для всех. Сегодня подвели итоги совместно с мэром города и министром молодежи республики. В фокусе внимания искоренение дискриминации, нищеты, насилия и отчуждения, с которыми сталкиваются юноши и девушки из разных стран мира. Безусловно, для нас это тоже актуальнейший вопрос. Как сделать так, чтобы все молодые люди, независимо от их места проживания, будь это небольшой поселок или город, независимо от социального статуса, в какой жизненной ситуации он оказался, чтобы они имели возможность иметь равные возможности к социальным правам. Многое в этом направлении делается и в республике, и в нашем городе. Не жалея ни себя, ни соперников, в Казань съехались лучшие борцы со всей планеты. Дворец единоборств в эти дни принимает чемпионат мира по борьбе на поясах среди мужчин и женщин. Более двухсот участников из сорока стран мира разыгрывают главные титулы. Победители получат звание мастеров спорта международного класса. Как татарстанцы готовы сражаться на мировом уровне? Алмаз Гафиатов. Наравне с мужчинами борьбу ведут и представительницы прекрасного пола. Слабыми их назвать нельзя. Как только эти девушки выходят на ковер, тут же разгораются спортивные страсти. К чемпионату мира у спортсменов подход отдельный. Готовилась очень активно, старается. Очень хочется, конечно, стать чемпионом. Родные стены, конечно, надеюсь, помогут. Тем более, когда достают волейщиков. Ну, двойная ответственность, но все же, дома приятнее бороться. Честь. Республики Татарстан защищают 16 борцов, которые заняли первые и вторые места на чемпионате страны. Пока в составе сборной России. По регламенту международных соревнований отдельную команду заявлять нельзя. Хотя возможности для этого есть. Очень приятно для популяризации борьбы на поясах нашей республики, нашей стране. Принимать у себя чемпионат мира. Это налаживает контакты между странами. Особенно борцы сильнейшие приехали из стран СНГ, которые с одним флагом в свое время боролись. Турнир проходит на трех коврах. Спортсмены соревнуются в вольном и классическом стиле. Вид очень похож на наш традиционный крэш. Однако есть различия. При выборе города организатора споров не возникало. Когда исполком решил передать наш чемпионат мира в Казани, мы обрадовались, потому что в Казани очень хорошо проводятся соревнования. Много чемпионатов мира. Универсиады прошли. Имена победителей станут известны вечером. В случае успешных результатов каждый борец имеет возможность присвоить себе новое международное звание. Алмаз Гафиатов, Константин Бушуев, ТНВ, Казань. И в завершении выпуска все самое интересное, что было в интернете за неделю. Казанская выставка мемов Мы продолжим конкурс фотографий. Обычно, когда водитель неопытный, на машину клеит восклицательный знак. Но здесь либо девушка реально оценивает свой уровень вождения, либо муж очень сильно переживает за свою ласточку. А вот за машину или за жену, это уже вам решать. Это рубрика в сети. Начнем. Зулейха открывает глаза. Продолжаются съемки этой кинокартины. В Лайшевском районе в перерыве между съемками актеры решили снять еще один фильм. Или это будет фильм в фильме, отсылка к фильму. Короче, пока непонятно. Смотрим. Я теперь знаю, откуда кто придумал «Китаник». А вы уже с фронта, парни? Погадаю. Довольно, видишь. Но мне кажется, что чего-то не хватает. Вот такие у нас таланты. Все больше и больше появляются у нас дизайнеров, которые делают все стильно и модно. Вот, например, в Бугульме у одной компании очень уж модный светильник. Сразу видно, серьезные дизайнеры поработали. Поддемонстрируй. Скажи, вот светильник. Светильник. Ну как? Как можно было это придумать? То есть они такие собрались, типа, ну, куда мы еще лампочки не вкручивали? О, раковина! Но я знаю только одного человека, который мог это придумать. Круто выкручиваясь из любых лихо закрученных жизненных ситуаций. Значит, сегодня мы с вами соберем светильник. Берем, значит, раковину, лампочку и... Ну а пока нас не захлестнула волна гениальных идей, наша традиционная рубрика в сети с президентом. Сразу же вопрос на засыпку. Как вы думаете, где сделаны эти кадры? Кто-то из пользователей сразу же предположил, что это дербышки. Я, конечно, не сомневаюсь, что там так красиво, но эти кадры сделаны в Исландии, куда Рустам Мениханов отправился с рабочим визитом. Следующим чекпоинтом был Сан-Франциско, где состоялась выставка международной конференции Oracle Open World. После этого видео люди в комментариях разбились на два лагеря. Кто-то против внедрения роботов на производство, потому что не останется рабочих мест, а кто-то наоборот, за технологии. Полностью поддерживаю вторую позицию. Кто-то уже в Казани нашел этим роботам применение. Такой бы в столицу кирпичи на долгостроях класть. Вот такие у нас находчивые пользователи. Познакомимся с нашим очередным интернет-героем. Папа девочки-гимнастки из Австралии прославился благодаря тому, что повторяет трюки за дочкой. Но его фишка в том, что делает он это максимально неуклюжим. Вот такой вот супер-папа. Смотрите и учитесь. Только, пожалуйста, не делайте как он. Опасно для здоровья. Каждую неделю мы совместно с поисковой системой Яндекс собираем топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе. Первую строчку до сих пор занимает трагедия в городе Керчь. Серебро этого топа занимает премьера фильма «Хэллоуин». Замокает тройку лидеров «Дока-2». Игра, которая родилась от некомпетентности одного эксперта. Он имел в виду игру «Дота-2». Отсюда и родилось большое количество шуток и мемов. И напоследок вам залипательное видео. Птицы устроили шоу в небе над Краснодаром. Только долго не залипайте. Всем хороших выходных. Будьте в сети. Пока. А далее в выпуске прогноз погоды. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21.30. Новая «Лада Гранта» держит слово. Совершите покупку автомобиля «Лада» в автосалонах «Канавта» и «Азина Авто». И участвуйте в розыгрыше нового автомобиля «Лада Гранта». Отборный премиум с морской солью. Выбери свои семечки от Мартина. Не покупай автомобиль, пока не заехал в «Ниссан Канавта». Японские кроссоверы с выгодой до 400 тысяч рублей. Месяц запредельных выгод от «Ниссан Канавта». Подробности Оренбургский тракт 209 или 230-30-30. Все виды коррекции зрения. Клиника Кузлер. 295-94-40. Надежность в каждом элементе системы. Уверенность, что защита будет работать сколько нужно. Каждый день. Год за годом. От победы к победе. Поэтому мы выбираем окна века. Надежно. Навсегда. Зачем искать? Пора брать! В марке на Чуйково. «Ниссан Кашкай» в наличии. Всего от 1 миллиона 49 тысяч рублей. Звони. 4 пятерки. 3 единицы. Добро пожаловать в семью. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ». Веселые каникулы в аквапарке «Ривьера». Горки, бассейны и волшебные подарки. Новогодняя ночь в Корстан-Казань. Вечеринка в лучших традициях Голливуда. С красной дорожкой и вспышками фотокамер. Изысканная кухня. Подробности 279-32-22 и на сайте корстан.ком. Осень не время унывать. Ведь журнал «Телесень» продолжает супермарафон. Полный курс счастливой жизни. Откройте свои счастливые страницы. Наши эксперты помогут вам сохранить здоровье и красоту. И почувствовать себя моложе. Скажите возраст уступ вместе с журналом «Телесень». Белкада кышка сезон осылыша. Борнерсега маусыз бейлер. Шашкатун 40 мунсумнан. Мутон жиде. Дубленклары 27 мунсумнан башла. Белка. Тотарыстан жиде. Дубленклары 27 мунсумнан. Дубленклары 27 мунсумнан. Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер. Казань. Восстание 23. Телефон 2-167-166. Пасмурный и холодный циклон будет управлять погодными процессами. Небо затянет облаками. Местами возможны осадки. По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке республики. Ожидается пасмурный день. Троятные осадки. Плюс 5 на северо-востоке Татарстана. Прохладно. Солнце видно не будет. 4-5 градусов выше нуля. На севере Татарстана. Местами возможен снег. 3-4 тепла. На северо-западе республики. Аналогичная ситуация. Пасмурно. Плюс 4. На юго-западе Татарстана. Снег и дождь будут чередоваться. 6-8 тепла. В центре республики. Возможны осадки в виде снега. Плюс 5. В Казани открылся центр лечения позвоночника и суставов. Клиника Доктор Ост на Ямашево 11. Не терпите боль. Вернуться к полноценной жизни это просто. Артрит. Артроз. Грыжа. Операция. Стоп. Никаких крайних мер. При любых заболеваниях позвоночника или суставов сразу же обращайтесь к специалистам клиники Доктор Ост. Здесь лечат самые сложные заболевания опорно-двигательного аппарата без боли и операций. За ваше здоровье отвечает команда высококлассных врачей. Новейшее оборудование и комплексный подход в лечении. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни это просто. В Казани весь день будет пасмурное небо. Возможно местами пройдет снег. Температурный фон средний 5-7 тепла. Ветер южный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 92%. На этом наш выпуск завершен. С вами была София Егорова. До свидания.